Библиотека на пути Кришне один путь к счастью. Каждый из нас ищет счастье, но мы не знаем, что такое настоящее счастье. Мы видим так много рекламы о счастье, но на практике мы видим так мало счастливых людей. Это потому, что очень немногие люди знают, что платформа настоящего счастья находится за пределами временных вещей. Именно это истинное счастье описано в Пхагавадгите Господом Кришной Арджуне. Счастье обычно воспринимается нашими органами чувств. Камень, например, не имеет чувств и не может воспринимать счастье и горе. Развитое сознание может воспринимать счастье и горе более интенсивно, чем неразвитое сознание. У деревьев есть сознание, но оно не развито. Деревья могут стоять долго в любую погоду, но они не способны воспринимать несчастье. Если бы человека попросили постоять как дерево всего три дня или даже меньше, он бы не смог этого вынести. Вывод таков, каждое живое существо чувствует счастье или горе в зависимости от степени развития своего сознания. Счастье, которое мы испытываем в материальном мире, не является настоящим счастьем. Если кто-то спросит дерево, ты чувствуешь себя счастливым? Дерево, если бы оно могло, могло бы сказать, да, я счастлив, стою здесь весь год. Я очень наслаждаюсь ветром и снегопадом. Дерево может получать от этого удовольствие, но для человека это очень низкий уровень удовольствия. Существуют разные виды и уровни живых существ, и их представления и представления о счастье также различаются по типам и уровням. Хотя одно животное может видеть, что другое животное забивает, оно будет продолжать жевать траву, поскольку у него нет знаний, чтобы понять, что оно может быть следующим. Он думает, что счастлив, но в следующий момент его могут зарезать. Таким образом, существуют разные степени счастья. Но что из всего этого является высшим счастьем? Шри Кришна говорит Арджуне, в этом радостном состоянии, самадхи, человек находится в безграничном трансцендентном счастье, реализуемом через трансцендентное чувство. Установившись таким образом, человек никогда не отходит от истины. Гита 6.21 Буддхи означает разум, нужно быть разумным, если он хочет наслаждаться. Животные не обладают по-настоящему развитым интеллектом и поэтому не могут наслаждаться жизнью так, как это может делать человек. Руки, нос, глаза, другие органы чувств и все части тела могут присутствовать у мертвого человека, но он не может наслаждаться. Почему нет? Энергии наслаждения, духовная искра ушла, и поэтому в теле нет сил. Если человек вникнет в этот вопрос, проявив немного разума, он сможет понять, что наслаждалась вовсе не тело, а маленькая духовная искра, которая была внутри. Хотя можно думать, что он наслаждается телесными органами чувств, на самом деле наслаждается духовная искра. Эта искра всегда обладает силой наслаждения, но она не всегда проявляется из-за того, что ее прикрывает материальная скиния. Хотя мы можем этого не осознавать, тело не может испытывать наслаждение без присутствия этой духовной искры. Если мужчине предложить труп красивой женщины, примет ли он это? Нет, потому что духовная искра вышла из тела. Оно не только наслаждалось телом, но и поддерживало тело. Когда эта искра уходит, тело просто портится. Отсюда следует, что если дух наслаждается, то у него должны быть и чувства, иначе как он сможет наслаждаться? Веды подтверждают, что духовная душа, хотя и имеет атомарный размер наш, в самом деле является агентом наслаждения. Душу невозможно измерить, но это не значит, что она безмерна. Объект может казаться нам не больше точки и не иметь ни длины, ни ширины, но когда мы воспринимаем его под микроскопом, мы видим, что он имеет и длину, и ширину. Точно так же и душа имеет свои измерения, но мы не можем их воспринимать. Когда мы покупаем костюм или платье, оно шьется по фигуре. Духовная искра должна иметь форму, иначе как бы материальное тело выросло, чтобы вместить ее. Вывод таков, духовная искра не безлично. Это реальный человек. Бог, реальная личность, и духовная искра, будучи фрагментарной частью его, также является личностью. Если у Отца есть личность и индивидуальность, то, и у Сына они есть и, если они есть у Сына мы, можем сделать вывод, что, они есть у Отца. Так как же мы, как сыновья Божьи, можем утверждать свою личность и индивидуальность и в то же время отказывать в них нашему Отцу Верховному, Господу. Атендрием означает, что нам нужно преодолеть эти материальные чувства, прежде чем мы сможем оценить настоящее счастье. Романтий Гиннананте Сатинанночи Датмани, йоги, стремящиеся к духовной жизни, также ощущают наслаждение, сосредоточиваясь на внутренней сверхдуши. Если нет удовольствия, если нет наслаждения, тогда какой смысл прилагать столько усилий, чтобы контролировать чувства? Какое удовольствие получают йоги, если они берут на себя столько хлопот? Это удовольствие Ананта, бесконечное. Как это? Духовная душа вечна, и Верховный Господь вечен, поэтому в взаимностях любовного обмена вечна. Тот, кто действительно разумен, воздержится от мимолетных чувственных наслаждений этого материального тела и сосредоточит свое наслаждение на духовной жизни. Его участие в духовной жизни с Верховным Господом называется Расалилой. Мы часто слышали о Расалиле Кришне с девушками-пастушками в арендовании. Это не похоже на обычный обмен, происходящий между материальными телами. Скорее это обмен чувствами через духовные тела. Чтобы понять это, нужно быть в некоторой степени разумным, поскольку глупый человек, который не может понять, что такое настоящее счастье, ищет счастье в этом материальном мире. В Индии есть история о человеке, который не знал, что такое сахарный тростник, и ему сказали, что жевать его очень сладко. Ой, а как это выглядит? Он спросил. Он похож на бамбуковый стержень, сказал кто-то. Тогда глупый человек начал жевать всевозможные бамбуковые палочки. Как он может начать ощущать сладость сахарного тростника? Подобным образом мы пытаемся получить счастье и удовольствие, но пытаемся добиться их, пережевывая это материальное тело, поэтому нет ни счастья, ни удовольствия. На какое-то время может возникнуть небольшое ощущение удовольствия, но это не настоящее удовольствие, поскольку оно временное. Это похоже на вспышку молнии, которую мы можем видеть сверкающего в небе, которая на мгновение может показаться молнией, но настоящая молния находится за ее пределами. Потому что человек толком не знает, что такое счастье, он отклоняется от настоящего счастья. Процесс обретения настоящего счастья, это процесс сознания Кришны. Благодаря сознанию Кришны мы можем постепенно развивать свой истинный разум и естественным образом наслаждаться духовным счастьем по мере духовного прогресса. Когда мы начинаем наслаждаться духовным счастьем, мы пропорционально отказываемся от материального счастья. По мере того, как мы прогрессируем в понимании абсолютной истины, мы естественным образом отстраняемся от этого ложного счастья. Если так или иначе человек достигнет этой стадии сознания Кришны, каков будет результат? Получив это, он думает, что нет большего достижения. Находясь в таком положении, человек никогда не колеблется, даже и посреди величайших трудностей. Гита 6.22 Когда человек достигает этой стадии, другие достижения кажутся незначительными. В этом материальном мире мы пытаемся достичь очень многого, богатства, женщин, славы, красоты, знаний и т. Но как только мы оказываемся в сознании Кришны, мы думаем, о, нет лучшего достижения, чем это. Сознание Кришны настолько могущественно, что небольшой вкус может спасти человека от величайшей опасности. Когда человек начинает наслаждаться вкусом сознания Кришны, он начинает видеть другие так называемые наслаждения и достижения плоскими и безвкусными. И если человек твердо утвердился в сознании Кришны, величайшая опасность не сможет его потревожить. В жизни так много опасностей, потому что материальный мир полон опасностей. Мы склонны закрывать на это глаза и, будучи глупыми, пытаемся приспособиться к этим опасностям. В нашей жизни может быть много опасных моментов, но если мы тренируем себя в сознании Кришны и готовимся вернуться домой, обратно к Богу, они нас не будут волновать. Тогда наши позиции будут такой, опасности приходят и уходят, так позвольте им случиться. Очень трудно осуществить такого рода приспособления, пока человек находится на материалистической платформе и отождествляет себя с грубым телом, состоящим из тленных элементов. Но чем больше человек продвигается в сознание Кришны, тем больше он становится свободным от телесных обозначений и этих материальных пут. В Шримад Пхагавата материальный мир сравнивается с огромным океаном. В этой материальной вселенной в космосе плавают миллионы и миллиарды планет, и мы можем себе представить, сколько там Атлантического и Тихого океанов. На самом деле вся материальная вселенная подобна Великому океану страданий, океану рождения и смерти. Чтобы пересечь этот Великий океан неведения, нужна крепкая лодка, и эта прочная лодка, лотосные стопы Кришны. Нам следует немедленно попасть на борт этой лодки. Мы не должны колебаться, думая, что стопы Кришны очень маленькие. Вся вселенная есть просто опираясь на его ногу. Говорят, что для того, кто находит прибежище у его стоп, материальная вселенная не более значительна, чем лужи воды, обнаруженная на печатке копыта теленка. Перебраться через такую маленькую лужу, конечно, не составит никакого труда. Это действительно настоящая свобода от всех страданий, возникающих из-за материального контакта. Гита 6.23 Должен увести его и вернуть под контроль высшего Я. Гита 24 июня 2026 года. Ум всегда встревожен. Иногда это происходит так, а иногда и так. Практика йоги. Мы буквально притягиваем ум к сознанию Кришны. Ум отклоняется от сознания Кришны к множеству внешних объектов, потому что с незапамятных времен, жизнь за жизнью, это была наша практика. Из-за этого вначале могут возникнуть большие трудности, когда кто-то пытается сосредоточить свой ум в сознании Кришны, но все эти трудности можно преодолеть. Именно потому, что ум возбужден и не сосредоточена Кришня, он переходит от одной мысли к другой. Например, когда мы заняты работой, воспоминания о событиях, произошедших 10, 20, 30 или 40 лет назад, могут внезапно и без видимой причины прийти нам на ум. Эти мысли исходят из нашего подсознания, и поскольку они постоянно возникают, разум всегда возбужден. Если взболтать озеро или пруд, вся грязь со дна выйдет на поверхность. Точно так же, когда ум возбужден, из подсознания возникает множество мыслей, которые хранились там годами. Если не тревожить пруд, Ила сядет на дно. Этот процесс йоги, средство успокоит ум и позволит всем этим мыслям успокоиться. По этой причине существует так много правил и предписаний, которым нужно следовать, чтобы удержать ум от волнения. Если мы будем следовать правилам и предписаниям, постепенно ум придет под контроль. Есть так много запретов и так много правил, и если человек серьезно относится к тренировке ума, он должен им следовать. Если он действует причудливо, какова возможность того, что ум будет под контролем? Когда ум, наконец, натренируется до такой степени, что он не будет думать ни о чем, кроме Кришны, он достигнет покоя и станет очень спокойным. Йог, чей ум сосредоточен на мне, воистину достигает высшего совершенства трансцендентного счастья. Он охотится за пределами гуны страсти, он осознает свою качественную идентичность с Всевышним и таким образом освобождается от всех реакций на прошлые поступки. ГИТО 6.27 Ум всегда придумывает объекты для счастья. Я всегда думаю, это сделает меня счастливым или это сделает меня счастливым. Счастье здесь. Счастье здесь. Таким образом ум переносит нас куда угодно и куда угодно. Мы словно едем на колеснице за необузданным конем. Мы не имеем власти над тем, куда идем, а можем только сидеть в ужасе и беспомощно наблюдать. Как только ум вовлекается в процесс сознания Кришны, в частности, воспевая Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, тогда постепенно приходят дикие лошади ума под нашим контролем. Мы должны служить Кришне каждый момент нашей жизни, чтобы не дать беспокойному и беспокойному уму перетаскивать нас от одного объекта к другому в тщетных поисках счастья во временно-материальном мире. Таким образом, владеющий собой йог, постоянно занимающийся практикой йоги, освобождается от всей материальной скверны и достигает высшей стадии совершенного счастья в трансцендентном любоумном служении Господу. Гита 6.28, Кришна служит покровителем для того, кто предан ему. Когда человек попадает в трудную ситуацию, его спасает покровитель. Как сказано в Пхагавадгите, Кришна – настоящий друг каждого живого существа, и мы должны возродить нашу дружбу с Ним. Методом возрождения этой дружбы является процесс сознания Кришны. Практикуя сознание Кришны, мирские страстные стремления придут к концу останавливаться. Это страстное стремление удерживает нас в разлуке с Кришной. Кришна находится внутри нас и ждет, когда мы обратимся к Нему, но мы слишком заняты, страстно поедая плоды дерева материальных желаний. Это страстное принуждение наслаждаться этими плодами должно прекратиться, и мы должны осознать свою истинную сущность Брахмана, чистого Духа. Библиотека на пути Кришны Два путь воспевания и познания Кришны. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Это трансцендентная звуковая вибрация. Это поможет нам очистить зеркало ума от пыли. В настоящий момент на зеркале ума накопилось так много материальной пыли, как на Второй Авеню, Нью-Йорк, все покрыто пылью и копотью из-за интенсивного движения транспорта. Из-за того, что мы манипулируем материальной деятельностью, над ясным зеркалом нашего ума скопилось много пыли, и, как следствие, мы не можем видеть вещи в перспективе. Эта вибрация трансцендентного звука, мантры Харе Кришна, очистит эту пыль и позволит нам ясно увидеть наше истинное конституционное положение. Как только мы придем к пониманию, я не являюсь этим телом, я, духовная душа, и мой симптом, сознание, мы сможем утвердиться в настоящем счастье. Когда наше сознание очистится в процессе повторения Харе Кришна, все наши материальные страдания исчезнут. Над этим материальным миром всегда полыхает огонь, и каждый пытается его погасить, но невозможно погасить этот огонь страданий материальной природы, если мы не находимся в своем чистом сознании, в своей духовной жизни. Одна из целей нисхождения или появления Господа Кришны в этом материальном мире, погасить огонь материального существования всех живых существ, проповедует Харму. Когда бы и где бы не наблюдался упадок религиозной практики, а потом и кбхараты, и преобладает неверие, в это время я не исхожу сам. Чтобы освободить благочестивых и уничтожить злодеев, а также восстановить принципы религии, «Я сам являюсь тысячелетия за тысячелетием». Гита 4.78 В этом стихе используется слово «Дхарма». Это слово переводилось на английский язык по-разному. Иногда ее переводят как «вера», но согласно ведической литературе Дхарма не является разновидностью веры. Вера может измениться, но Дхарма не может быть изменена. Жидкость воды изменить невозможно. Если оно изменилось, если, например, вода становится твердой, она фактически больше не находится в своем исходном положении. Оно существует при определенных квалификационных условиях. Наше Дхарма, или конституционное положение, состоит в том, что мы являемся неотъемлемой частью Всевышнего, и в этом случае мы должны согласовать или подчинить свое сознание Всевышнему. Эта позиция и трансцендентного служения Высшему Целому используется неправильно из-за материальных контактов. Служение подразумевается в нашей конституционной позиции. Каждый является слугой, и никто не является господином. Каждый служит кому-то. Хотя президент может быть главой исполнительной власти государства, он тем не менее служит государству, и когда в его услугах больше нет необходимости, государство избавляется от него. Думать про себя, я хозяин всего, что я наблюдаю, называется Майи, иллюзией. Таким образом, в материальном сознании наше служение используется под разными названиями неправильно. Когда мы сможем освободиться от этих обозначений, то есть когда пыль будет очищена от зеркала ума, мы сможем увидеть себя в нашем истинном положении вечных слуг Кришны. Не следует думать, что его служение в материальном мире и его служение в духовной атмосфере одно и то же. Мы можем с отраганием подумать, о, после освобождения я все еще буду слугой. Это происходит потому, что мы по опыту знаем, что быть слугой в материальном мире не очень приятно, но трансцендентное служение не таково. В духовном мире нет разницы между слугой и господином. Здесь, конечно, есть различия, но в абсолютном мире все едино. Например, в Пхагавадгите мы видим, что Кришна занял положение слуги колесничьего Арджуны. По своему конституциональному положению Арджуна является слугой Кришны, но по поведению мы можем видеть, что иногда Господь становится слугой слуги. Итак, мы должны быть будьте осторожны и не перенесите материалистические идеи в духовную сферу. Все, что мы пережили материально, является ничем иным, как извращенным отражением вещей духовной жизни. Когда наше конституционное положение, или Дхарма, ухудшается из-за загрязнения материи, Господь Сам приходит в воплощении или посылает некоторых о своих доверенных слуг. Господь Иисус Христос называл Себя Сыном Божьим, и так является представителем Всевышнего. Точно так же Мухаммед называл себя слугой Верховного Господа. Таким образом, всякий раз, когда в нашем конституционном положении возникает несоответствие, Верховный Господь либо приходит сам, либо посылает своего представителя, чтобы сообщить нам об истинном положении живого существа. Поэтому не следует ошибаться, думая, что Дхарма, это сотворенная вера. В собственном смысле слово Дхарму вообще невозможно отделить от живого существа. Для живого существа это то же самое, что сладость для сахара, соленость для соли или твердость для камня. Ни в коем случае нельзя его отрезать. Дхарма живого существа, служить, и мы легко можем видеть, что каждое живое существо склонно служить себе или другим. Как служить Кришне, как освободиться от материалистического служения, как достичь сознания Кришны и освободиться от материальных отождествлений, всему этому Шри Кришна учит как науку в Пхагавадгите. Слово Садху в приведенном выше стихе, начинающееся с Паритрана и Садхунам, относится к святому человеку или святому человеку. Святой человек терпелив, очень добр ко всем, является другом всем живым существом, никому не враг и всегда миролюбив. Существует 26 основных качеств святого человека, и в Пхагавадгите мы находим, что сам Шри Кришна дает следующий вердикт, даже если человек совершит самый отвратительный поступок, если он занят преданным служением, его следует считать святым, потому что он правильно расположен в своей решимости. Гита 9.30, с мирской точки зрения то, что является моралью для одного человека, является аморальностью для другого, а то, что является аморальностью для одного человека, является моралью для другого. Согласно индуистской концепции, употребление вина морально, тогда как в западном мире употребление вина не считается аморальным, а является обычным явлением. Таким образом, мораль зависит от времени, места, обстоятельств, социального положения ит. Однако во всех обществах существует чувство нравственности и безнравственности. В этом стихе Кришна указывает, что даже если человек совершает аморальные поступки, но в то же время полностью находится в сознании Кришны, его следует считать садхой или святым. Другими словами, хотя у человека могут быть некоторые аморальные привычки из-за его прошлого общения, если он полностью занят сознанием Кришны, эти привычки не следует считать важными. В любом случае, если человек станет сознающим Кришну, он постепенно очистится и станет садху. По мере того, как человек прогрессирует в реализации сознания Кришны, его вредные привычки уменьшаются, и он достигает святого совершенства. В связи с этим есть история о воре, который отправился в паломничество в священный город и по дороге он и другие паломники остановились на ночлег в гостинице. Будучи пристрастен к воровству, вор начал строить план и украсть багаж других паломников, но подумал, я отправляюсь в паломничество, поэтому мне кажется неуместным воровать этот багаж. Нет, я не буду этого делать. Тем не менее, по привычке, он не мог оторвать руки от багажа. Поэтому он взял сумку одного человека и положил ее в другое место, а затем сумку другого человека и положил ее в другое место. Всю ночь он раскладывал разные сумки по разным местам, но его мучила совесть так, что он не мог ничего из них взять. Утром, когда остальные паломники проснулись, они осмотрелись в поисках своих сумок и не смогли их найти. Был большой скандал, и в конце концов мешки один за другим стали находить в разных местах. После того, как все они были найдены, вор пояснил, господа, я вор по профессии. Так как я привык воровать по ночам, мне захотелось украсть что-нибудь из твоих сумок, но я подумал, что раз я иду в это святое место, то воровать невозможно. Так что, возможно, я переставил багаж, но, пожалуйста, извините меня. Это характеристика вредной привычки. Он больше не хочет совершать кражу, но поскольку он привык, иногда он это делает. В следующем стихе мы видим, что Шри Кришна говорит, он быстро становится праведным и обретает прочный мир. А сын Пунтия, смело заявляй, что мой преданный никогда не погибнет. Гита 9.31 Поскольку человек посвятил себя сознанию Кришны, Шри Кришна провозглашает здесь, что за очень короткое время он станет святым. Можно выдернуть вилку из электрического вентилятора, и вентилятор все равно будет работать, даже если сок отключен, но понятно, что вентилятор скоро остановится. Приняв прибежище у лотосных стоп Кришны, мы выключаем нашу кармическую деятельность, и хотя эта деятельность все еще может продолжаться, следует понимать, что она быстро уменьшится. Это факт, тому, кто принимает сознание Кришны, не нужно прилагать усилия самостоятельно, чтобы стать хорошим человеком. Все хорошие качества придут автоматически. В Шримад Пхагаутам сказано, что тот, кто достиг сознания Кришны, одновременно обрел все хорошее качество. С другой стороны, если человек лишен сознания Бога, но при этом обладает многими хорошими качествами, его хорошее качество следует считать бесполезными, поскольку ему никоим образом не будет запрещено делать то, что нежелательно. Если человек лишен сознания Кришны, он обязательно совершит зло в этом материальном мире. Тот, кто знает трансцендентную природу моего явления и деяний, покинув тело, не перерождается снова в этом материальном мире, но достигает моей вечной обители, Арджуна. Гита 4.9 На самом деле Кришна никому не пристрастен, но внешне кажется, что он пристрастен. Однако эту пристрастность не следует принимать в обычном смысле. В этом стихе Кришна также указывает, что его нисхождение в материальный мир трансцендентно. Слово «дивьям» означает «трансцендентный». Его деятельность ни в коем случае не является обычной. Даже сегодня в Индии, в конце августа, люди привыкли праздновать день рождения Кришны, независимо от секты, так же, как в западном мире день рождения Иисуса Христа празднуется на Рождество. День рождения Кришны называется Джанмаштами, и в этом стихе Кришна использует слово «джанма», имея в виду «моё рождение». Поскольку есть рождение, есть некоторая деятельность. Рождение и деятельность Кришны трансцендентны, а это значит, что они не похожи на обычное рождение и действие. Кто-то может спросить, почему его деятельность трансцендентна. Он рождается, он участвует в битве с Арджуной, у него есть отец по имени Васудева и Мадиваки, и семья, что можно считать трансцендентным. Кришна говорит, «Эвами ветит от ватах, мы должны знать правду о его рождении и деятельности». Когда человек истинно узнает о рождении и деятельности Кришны, результат таков, «тьякто дехам пунарджанмана и тимамати сарджуна», когда он покидает это материальное тело, он не рождается заново, а направляется прямо к Кришне. Это означает, что он становится освобожденной душой. Он отправляется в вечный духовный мир и достигает своего изначального положения, полного блаженства, знания и вечности. Всего этого можно достичь, просто познав истинно трансцендентную природу рождения и деятельности Кришны. Обычно, когда человек покидает тело, ему приходится принять другое тело. Жизнь живых существ продолжается просто благодаря тому, что живые существа переодеваются из одного тела в другое, переселению души, в соответствии с работой живых существ. В настоящий момент мы можем думать, что это материальное тело, наше настоящее тело, но оно похоже на платье. На самом деле у нас есть настоящее тело, духовное тело. Это материальное тело является поверхностным по сравнению с настоящим духовным телом живого существа. Когда это материальное тело стареет и изнашивается или когда оно по какой-то случайности становится бесполезным, мы откладываем его в сторону как, мы могли бы отложить в сторону грязный или испорченный костюм и взять в руки другое материальное тело. Как человек надевает новые одежды, отказываясь от старых, так и душа принимает новые материальные тела, отказываясь от старых и ненужных. Гита 2.22 В начале тело размером с горошину, затем оно вырастает и становится младенцем, затем ребенком, мальчиком, юношей, взрослым мужчиной и стариком, и, наконец, когда оно становится бесполезным, живое существо превращается в другое тело. Поэтому тело постоянно меняется, и смерть – это просто окончательное изменение нынешнего тела. Подобно тому, как воплощенная душа постоянно проходит в этом теле о детстве к юности и старости, так и после смерти душа переходит в другое тело. Трезвого человека такая переменная не смущает. Гита 2.13 Хотя тело меняется, обитатель тела остается прежним. Хотя мальчик и становится взрослым, живое существо внутри тела не меняется. Дело не в том, что я, которое было здесь в детстве, ушло. Медицинская наука согласна с тем, что материальное тело меняется в каждый момент. Подобно тому, как живые существа не сбиты с толку этим, просветленный человек не сбивается с толку, когда тело претерпевает окончательные изменения после смерти. Но человек, который не понимает вещи такими, какие они есть, сокрушается. В материальном состоянии мы просто постоянно меняем тела – это наша болезнь. Это не значит, что мы всегда превращаемся в человеческое тело. В зависимости от нашей деятельности мы можем принять тело животного или тело полубога. Согласно Падмапурани, существует 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. Мы можем сразиться с любым из них после смерти. Но Кришна обещает, что тот, кто истинно знает его рождение и деяния, освободится от этого цикла переселений. Как на самом деле понять рождение и деятельность Кришны? Это объясняется в 18 главе Бхагавадгеты. Понять меня таким, какой я есть, как верховную личность Бога, можно только посредством преданного служения. И когда человек благодаря такой преданности полностью осознает меня, он может войти в Царство Божье. Б.Г. 18.55 Здесь снова используется слово татватах – истина. Человек может по-настоящему понять науку о Кришне, став преданным. Тот, кто не преданный, кто не стремится к сознанию Кришны, не может понять. В начале 4 главы Кришна также говорит Арджуне, Гита 4.3, что он объясняет ему эту древнюю науку йоги, потому что Арджуна – мой преданный и мой друг. Для того, кто просто академически изучает Бхагавадгету, наука о Кришне остается загадкой. Бхагавадгета – это не книга, которую можно просто купить в книжном магазине и понять, опираясь только на знания. Арджуна не был ни великим ученым, ни ведантистом, ни философом, ни брахманом, ни отшельником, он был семейным и военным человеком. Но все же Кришна избрал его получателем Бхагавадгеты и первым авторитетом в ученической преемственности. Почему? Потому что ты мой преданный. Это качество, позволяющее понять Бхагавадгету такой, какая она есть, и Кришну таким, какой он есть, человек должен стать сознающим Кришну. И что это за сознание Кришны? Это процесс очищения зеркала ума от пыли посредством повторения Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари 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 Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Повторяя эту мантру и слушая Бхагавадгету, мы можем постепенно достичь сознания Кришны. И Шварахсара в Абхутанам, Кришну всегда присутствуют в нашем сердце. Индивидуальные души и сверхдуши сидят на дереве тела. Индивидуальные души, Джива, ест плод дерева, а сверхдуши, Параматма, наблюдают за этим. Когда индивидуальные души начинают процесс преданного служения и постепенно начинают развивать свое сознание Кришны, сверхдуши, находящиеся внутри, начинают помогать ей счищать всю нечистоту зеркала ума. Кришна, друг всех святых людей, и попытка обрести сознание Кришны, это святое усилие. Шраванам Киртанам, воспевая и слушая, можно прийти к пониманию науки о Кришне и тем самым прийти к пониманию Кришны. И поняв Кришну, можно в момент смерти сразу отправиться в его обитель в духовном мире. Этот духовный мир описан в Пхагавадгете следующим образом. Эта высшая моя обитель не освещена ни солнцем, ни луной, ни огнем, ни электричеством. Те, кто достигает его, никогда не возвращаются в этот материальный мир. Гита 15.6 Этот материальный мир всегда темен, поэтому нам нужны солнце, луна и электричество. Веды предписывают нам не оставаться в этой тьме, а перенести себя в мир просветления, духовный мир. Слово «тьма» имеет двоякое значение, это не только означает отсутствие света, но и невежество. Верховный Господь обладает множеством энергий. Он не приходит в этот материальный мир, чтобы совершать какие-то действия. Ведах сказано, что Верховному Господу нечего делать. В Пхагавадгете Шри Кришна также говорит, «О Сын Притхи, во всех трех планетных системах мне не предписана никакая работа. Я ни в чем не нуждаюсь и не нуждаюсь в чем-либо, и тем не менее я выполняю предписанные обязанности». Гита 3.22 Поэтому нам не следует думать, что Кришна обязан спуститься в этот материальный мир и заняться столь многими видами деятельности. Никто не равен Кришне и не превосходит его, и он естественным образом обладает всем знанием. Это не значит, что ему нужно подвергаться покаянию, чтобы приобрести знания, или что он должен в любое время получить знания или достичь знания. Во все времена и при любых условиях он полон знания. Возможно, он рассказывал Арджуни Пхагавадгету, но он никогда не учил Пхагавадгету. Тот, кто сможет понять, что таково положение Кришны, не должен будет возвращаться в цикл рождения и смерти в этом материальном мире. Находясь под влиянием иллюзий, мы всю жизнь пытаемся внести коррективы в эту материальную атмосферу, но это не является целью человеческой жизни. Человеческая жизнь предназначена для понимания науки Кришны. Наши материальные потребности таковы – проблемы еды, совокупления, сна, защиты и получения чувственных наслаждений. Они свойственны как людям, так и животным. Животные усердно пытаются решить эти проблемы, а если мы тоже занимаемся только их решением, чем мы отличаемся от животных? Однако человек обладает особыми качествами, благодаря которым он может развить трансцендентное сознание Кришны, но если он не воспользуется этим, он окажется в категории животных. Недостаток современной цивилизации в том, что она уделяет слишком многому вниманию решению этих проблем выживания. На нас, как на духовных живых существах, лежит обязанность высвободиться из этой путаницы рождения и смерти. Поэтому нам следует быть осторожными, чтобы не упустить особую возможность человеческой жизни. Шри Кришна сам приходит, чтобы передать Пхагавадгиту и помочь нам обрести сознание Бога. Действительно, это самое материальное творение дано нам для использования в этом совершенствования. Но если, получив этот шанс и этот дар человеческой жизни, мы не воспользуемся ими для развития сознания Кришны, мы упустим эту редкую возможность. Процесс совершенствования очень прост — шраванным киртанам, слушание и воспевание. Нам нечего делать, кроме как слушать, и, слушая внимательно, просветление обязательно придет. Кришна обязательно поможет, потому что Он сидит внутри. Нам остается лишь приложить усилия и уделить немного времени. Нам не понадобится, чтобы кто-то спрашивал нас, добиваемся ли мы прогресса. Мы узнаем это автоматически, так же, как голодный человек знает, что он насытился полноценной едой. На самом деле этот процесс сознания Кришны или самореализация не очень сложен. Кришна учил этому Арджуну в Пхагавадгите, и если мы поймем Пхагавадгиту так же, как это сделал Арджуна, у нас не будет проблем с достижением состояния совершенства. Но если мы попытаемся интерпретировать Пхагавадгиту в соответствии с нашим мирским академическим мышлением, мы все испортим. Как говорилось ранее, повторение Харьи Кришна представляет собой процесс, посредством которого все загрязнения, вызванные материальным общением, удаляются из зеркала ума. Нет необходимости во внешней помощи для возрождения нашего сознания Кришны, поскольку сознание Кришны дремлет внутри нас. Фактически, это само качество личности. Нам нужно только вызвать его посредством этого процесса. Сознание Кришны – это вечный факт. Это не доктрина или набор убеждений, навязанных какой-то организацией. Оно находится внутри всех живых существ, будь то человек или животное. Когда около 500 лет назад господь Чайтаньи Махапрабху проходил через джунгли Южной Индии, он повторял Харьи Кришна, и все животные, тигры, слоны и олени, присоединились к нему в танцы под святые имена. Конечно, это зависит от чистоты пения. По мере того, как мы прогрессируем в испевании, очищение обязательно наступит. Библиотека на пути Кришны 3 Видеть Кришну везде и всегда во нашей практической жизни Кришна учит нас, как вызвать сознание Кришны. Это не значит, что мы должны прекратить выполнять свой долг или прекратить деятельность. Скорее, деятельность должна осуществляться в сознании Кришны. У каждого есть призвание в жизни, но с каким сознанием он к нему приступает? Все думают, о, у меня должно быть призвание, чтобы содержать семью. Общество, правительство или семья должны быть удовлетворены, и никто не свободен от такого сознания. Чтобы хорошо выполнять любую деятельность, нужно находиться в правильном сознании. Тот, чье сознание взволновано, кто подобен сумасшедшему, не может выполнить никакой обязанности. Мы должны выполнять свои обязанности должным образом, но мы должны делать это, думая о том, чтобы удовлетворить Кришну. Дело не в том, что нам нужно изменить процесс работы, а в том, чтобы понять, для кого мы работаем. Какую бы деятельность мы ни совершали, мы должны ее выполнять, но нас не должна увлекать Кама, желание. Санскритское слово Кама используется для обозначения вожделения, желания или чувственного удовлетворения. Шри Кришна учит, что мы не должны работать ради удовлетворения Камы или собственного вожделения. Все учения Пхагавадгиты основаны на этом принципе. Арджуна хотел удовлетворить свои чувства, воздерживаясь от ссор со своими родственниками, но Кришна обратился к нему, чтобы убедить его выполнить свой долг ради удовлетворения Всевышнего. С материальной точки зрения то, что он отказывается от своих притязаний на царство и отказывается убивать своих родственников, может показаться очень благочестивым, но Кришна не одобрял этого, потому что принципом решения Арджуны было удовлетворение его собственных чувств. Не нужно менять свой бизнес или занятие, как не изменился бизнес Арджуны, но нужно изменить свое сознание. Однако для того, чтобы изменить это сознание, необходимо знание. Это знание означает знание, «Я являюсь неотъемлемой частью Кришны, высшей энергии Кришны». Это настоящее знание. Относительное знание может научить нас, как починить машину, но настоящее знание – это знание нашего положения, как неотъемлемой части Кришны. Будучи частью его, наше частичное удовольствие зависит от целого. Например, моя рука может получать удовольствие, когда она прикреплена к моему телу и служит ему. Ему не доставляет удовольствие служить чужому телу. Поскольку мы являемся частью Кришны, наше удовольствие состоит в служении ему. «Я не могу быть счастлив, служа вам, думают все. Я могу быть только счастлив, служа себе. Но никто не знает, кто такой я. Это я, Кришна. Живые существа в этом обусловленном мире – мои вечные фрагментарные части. Из-за обусловленной жизни они очень сильно борются шестью чувствами, включая ум». Гита 15.7 – «Дживы», «Живые существа», теперь оторваны от целого из-за материального контакта. Поэтому нам необходимо стремиться снова привязать себя через скрытое сознание Кришны, которое находится внутри нас. Искусственно мы пытаемся забыть Кришну и жить самостоятельно, но это невозможно. Когда мы стремимся жить независимо от Кришны, мы попадаем под влияние законов материльной природы. Если человек думает, что он независим от Кришны, он становится зависимым от иллюзорной энергии Кришны, точно так же, как если кто-то думает, что он независим от правительства и его постановлений, он становится зависимым от полиции. Каждый пытается стать независимым, и это называется «Моя» иллюзией. Индивидуально, коллективно, социально, на национальном или универсальном уровне невозможно стать независимым. Когда мы осознаем, что мы зависимы, мы обретем знания. Сегодня так много людей стремятся к миру во всем мире, но они не знают, как реализовать эту формулу мира. Организация объединенных наций уже много лет борется за мир, но война все еще продолжается. Более того, Арджуна Я, порождающая, семи всех существований. Нет существа, движущегося или неподвижного, которое могло бы существовать без меня. Гита 10.39, Таким образом, Кришна является владельцем всего, конечным бенефициром и получателем результата всего. Мы можем считать себя собственниками плодов своего труда, но это заблуждение. Мы должны прийти к пониманию того, что Кришна является конечным владельцем плодов всех наших дел. В офисе могут работать сотни людей, но они понимают, что любая прибыль, которую приносит бизнес, принадлежит владельцу. Как только кассир в банке подумает, «О, у меня так много денег! Я владелец! Позвольте мне взять это с собой домой!» Начинаются его проблемы. Если мы думаем, что можем использовать все богатства, которые накопили, для удовлетворения собственных чувств, мы действуем искам и вожделения. Но если мы поймем, что все, что у нас есть, принадлежит Кришне, мы освободимся. У нас в руках могут быть те же деньги, но как только мы думаем, что являемся их собственниками, мы оказываемся под влиянием Ай. Тот, кто осознает, что все принадлежит Кришне, является настоящим ученым человеком. Все живое и неодушевленное, что находится во Вселенной, контролируется и принадлежит Господу. Поэтому следует принимать только те вещи, которые необходимы самому себе и которые отведены ему в качестве нормы, а другие вещи принимать нельзя, хорошо зная, кому они принадлежат. Это сознание и шавасия, все принадлежит Кришне, должно быть возрождено не только индивидуально, но на национальном и универсальном уровне. Тогда будет мир. Мы часто склонны бы человеколюбивыми альтруистическими и стремимся дружить с нашими соотечественниками, со своими семьями, со всеми народами мира, но это основано на неправильном представлении. Настоящий друг, это Кришна, и если мы хотим принести пользу нашей семье, на царе или планете, мы будем работать для него. Если мы думаем о благополучии нашей семьи, мы постараемся сделать всех ее членов сознающими Кришну. Очень много мужчин пытаются принести пользу своим семьям, но, к сожалению, им это не удается. Они не знают, в чем настоящая проблема. Как сказано в Пхагаватам, не следует пытаться стать отцом, матерью или учителем, если он не способен спасти своих детей от смерти, от власти материальной природы. Отец должен знать о Кришне, быть уверенным в том, что невинным детям, которые ему доверены, не придется снова проходить цикл рождения и смерти. Он должен быть полон решимости обучать своих детей таким образом, чтобы им больше не приходилось подвергаться болезненному циклу рождения и смерти. Но прежде чем человек сможет это сделать, он должен стать экспертом. Если он станет экспертом в сознании Кришны, он сможет помочь не только своим детям, но и своему обществу и нации. Но если он сам связан невежеством, то как он сможет развязать других, которые также связаны? Прежде чем человек сможет сделать свободными других, он должен быть свободен сам. На самом деле никто не является свободным человеком, поскольку каждый находится под чарами материальной природы, но Майя не может коснуться того, кто предался Кришне. Он, из всех людей, свободен. Если человек помещает себя на солнечный свет, о темноте не может быть и речи. Но если поместить себя в искусственный свет, он может мерцать и погаснуть. Кришна подобен солнечному свету. Там, где он присутствует, не может быть и речи о тьме и невежестве. Мудрецы, махатмы, понимают это. Я — источник всех духовных и материальных миров. Все исходит от меня. Мудрые, которые в совершенстве знают это, преданно служат мне и поклоняются мне всем своим сердцем. Гита 10.8 В этом стихе используется слово «Будха», которое указывает на мудрого или ученого человека. Какой у него симптом? Он знает, что Кришна — источник всего, всех эманаций. Он знает, что все, что он видит, это всего лишь эманаций Кришны. В материальном мире сексуальная жизнь является наиболее важным фактором. Сексуальное влечение присуще всем видам жизни, и можно задаться вопросом, откуда оно берется. Мудрый человек понимает, что эта тенденция присуща Кришне, что она проявляется в его отношениях с девушками в Радже. Все, что можно найти в этом материальном мире, также можно найти в совершенстве в Кришне. Разница в том, что в материальном мире все проявляется в извращенной форме. У Кришны все эти тенденции и проявления существуют в чистом сознании, в духе. Тот, кто знает это, обладает полным знанием, становится чистым преданным Кришне. О сын Притхи, те, кто не заблуждается, великие души, находятся под защитой божественной природы. Они полностью заняты преданным служением, потому что знают меня как верховную личность Бога, изначальную и неисчерпаемую. Всегда воспевая мою славу, прилагая усилия с великой решимостью, склоняясь передо мной, эти великие души постоянно поклоняются мне с преданностью. Гита 13 сентября 2014 года, кто такая великая душа, Махатма? Именно он находится под влиянием высшей энергии. В настоящее время мы находимся под влиянием низшей энергии Кришны. Как живые существа, наше положение маргинальное, мы можем перенести себя в любую из двух энергий. Кришна полностью независим, и поскольку мы являемся его неотъемлемыми частицами, мы также обладаем этим качеством независимости. Поэтому у нас есть выбор, под какой энергией мы будем функционировать. Поскольку мы не знаем о высшей природе, у нас нет другого выбора, кроме как оставаться в низшей природе. Некоторые философские учения утверждают, что не существует другой природы, кроме той, которую мы сейчас переживаем, и что единственное решение этой проблемы – свести ее на нет и стать пустотой. Но мы не можем быть пустыми, потому что мы живые существа. Это не значит, что нам конец только потому, что мы меняем свои тела. Прежде чем мы сможем выйти из-под влияния материальной природы, мы должны понять, где на самом деле находится наше место и куда нам следует идти. Если мы не знаем, куда идти, тогда мы просто скажем, «О, мы не знаем, что лучше, а что хуже. Все, что мы знаем, это вот что, так что давайте останемся здесь и гнить». Однако Бхагавадгита дает нам информацию о высшей энергии, высшей природе. То, что говорит Кришна, Он говорит навечно, оно не меняется. Неважно, чем мы занимаемся сейчас или чем занимался Арджуна, нам нужно только изменить свое сознание. В настоящее время мы руководствуемся сознанием корысти. Но мы не знаем, каковы наши настоящие личные интересы. На самом деле у нас не корысть, а чувственный интерес. Что бы мы ни делали, мы делаем для удовлетворения чувств. Именно это сознание и должно быть изменено. Вместо него мы должны внедрить наш настоящий личный интерес, сознание Кришны. Как это делается? Как можно стать сознающим Кришну на каждом этапе нашей жизни? На самом деле, Кришна облегчает нам задачу, «О сын Пунтия, Арджуна, Я, вкус воды, свет солнца и луны, слогом в ведических мантрах, Я, звук в эфире и способности в человечестве». Гита 7.8, в этом стихе Шри Кришна описывает, как мы можем полностью осознать Кришну на всех этапах жизни. Все живые существа должны пить воду. Вкус воды настолько приятный, что, когда мы испытываем жажду, нам кажется, что ничего, кроме воды, нам не поможет. Ни один производитель не может создать чистый вкус воды. Таким образом, мы можем помнить Кришну или Бога, когда пьем воду. Никто не может избегать пить воды каждый день своей жизни, поэтому сознание Бога присутствует, как мы можем забыть. Подобным образом, когда есть какое-то просветление, это тоже Кришна. Изначальное сияние духовного неба, Брахмаджйоти, исходит от тела Кришны. Это материальное небо покрыто. Сама природа материальной Вселенной, это тьма, которую мы ощущаем ночью. Он искусственно освещается Солнцем, отраженным светом Луны и электричеством. Откуда исходит это освещение? Солнце освещается Брахмаджйоти, ярким сиянием духовного мира. В духовном мире нет необходимости в Солнце, Луне или электричестве, потому что там все освещено Брахмаджйоти. Однако на этой земле мы можем вспоминать Кришну всякий раз, когда видим свет от Солнца. Когда мы повторяем ведические мантры, начинающиеся с Ом, мы также можем помнить Кришну. Ом, как и Харе Кришна, также является обращением к Богу, и Ом, это тоже Кришна. Шабдах означает звук, и всякий раз, когда мы слышим какой-либо звук, мы должны знать, что это вибрация изначального звука, чистого духовного звука Ом, или Харе Кришна. Какой бы звук мы не слышали в материальном мире, это всего лишь отражение изначального духовного звука Ом. Таким образом, когда мы слышим звук, когда пьем воду, когда видим какое-то освещение, мы можем вспомнить Бога. Если мы сможем это сделать, то когда мы перестанем помнить Бога, это процесс сознания Кришны. Таким образом, мы можем помнить о Кришне 24 часа в сутки, и таким образом Кришна с нами. Конечно, Кришна всегда с нами, но как только мы об этом вспоминаем, его присутствие становится реальным и ощущается. Существует 9 различных способов общения с Богом, и первый метод общения, шраванам, слушания. Читая Бхагавадгету, мы слышим речи Шри Кришны, а это означает, что мы на самом деле общаемся с Кришной, или Богом. Мы всегда должны помнить, что, когда мы говорим о Кришне, мы имеем в виду Бога, поскольку мы общаемся с Богом и продолжаем слушать слова Кришны и Его имена, а сквернение материльной природы уменьшается. Понимая, что Кришна, это звук, свет, вода и многое другое, становится невозможным избегать Кришны. Если мы сможем помнить Кришну таким образом, наша связь с Ним будет постоянной. Общение с Кришной подобно общению солнечным светом. Там, где есть солнечный свет, нет загрязнения. Пока человек находится под ультрафиолетовыми лучами солнца, он не заболеет. В западной медицине солнечный свет рекомендуется при всех видах болезней, а согласно ведам, больной человек должен поклоняться солнцу, чтобы вылечиться. Подобным образом, если мы общаемся с Кришной в сознании Кришны, наши болезни излечиваются. Воспевая Хари Кришна, мы можем общаться с Кришной, и мы можем видеть воду как Кришну, солнце и луну как Кришну, и мы можем слышать Кришну в звуке и ощущать его вкус в воде. К сожалению, в нашем нынешнем состоянии мы забыли Кришну. Но теперь нам предстоит возродить свою духовную жизнь, вспоминая его. Этот процесс Раваннам Киртанам, слушания и пения, был одобрен Господом Чайтани Махапрадху. Когда Господь Чайтани разговаривал с Рамананды Раем, другом Господа и великим преданным, Господь расспросил его о методах духовной реализации. Рамананды рекомендовал Варнашрама Дхарму, Саньясу, отказ от работы и многие другие методы, но Господь Чайтани сказал, «Нет, все это не так уж хорошо». Каждый раз, когда Рамананды Рай предлагал что-то, Господь Чайтани отвергал это, требуя лучшего метода духовного развития. Наконец, Рамананды Рай процитировал ведический афоризм, в котором рекомендовалось отказаться от всех ненужных усилий в умственных рассуждениях ради постижения Бога, поскольку с помощью рассуждений невозможно прийти к окончательной истине. Ученые, например, могут рассуждать об далеких звездах и планетах, но никогда не смогут прийти к каким-либо выводам без опыта. Можно продолжать размышлять всю свою жизнь и так и не прийти к каким-либо выводам. Особенно бесполезно рассуждать о Боге. Поэтому Шримад Пхагаутам рекомендует отказаться от всех видов спекуляций. Вместо этого рекомендуется стать покорным, осознав, что он не только незначительное существо, но и что эта Земля – лишь одна маленькая точка Великой Вселенной. Нью-Йорк может показаться очень большим, но когда кто-то осознает, что Земля – это такой маленький уголок, и что Соединенные Штаты – это всего лишь еще один маленький уголок на Земле, и что в Соединенных Штатах Нью-Йорк – всего лишь маленький уголок, и что в Нью-Йорке индивидуум лишь один из миллионов, то можно понять, что он не так уж и важен. Сознавая свою ничтожность перед Вселенной и Богом, мы не должны искусственно возгордиться, а должны быть покорными. Нам следует быть очень осторожными, чтобы не стать жертвой и философией лягушки. Однажды в колодце жила лягушка, и, узнав от друга о существовании Атлантического океана, она спросила друга, «О, что это за Атлантический океан?» «Это огромный водоем», – ответил его друг. «Насколько обширно?» «Он в два раза больше этого колодца?» «О нет, гораздо, намного больше», – ответил его друг. «Насколько больше?» «В десять раз больше?» Таким образом лягушка продолжала считать. Но какова вероятность того, что он когда-нибудь постигнет глубины и дальние просторы Великого океана? Наши способности, опыт и возможности спекуляции всегда ограничены. Мы можем только породить такую лягушачью философию. Поэтому Шримад Пхагаватам рекомендует нам отказаться от спекуляций как от пустой траты времени в попытках постичь Всевышнего. Что нам делать после того, как мы откажемся от спекуляций? Пхагаватам рекомендует нам стать покорными и смиренно слушать послания Бога. Это послание можно найти также в Пхагаватгите и других ведических писаниях, в Библии или Коране, в любом истинном писании, или его можно услышать от реализованной души. Главное в том, что не надо спекулировать, а нужно просто слушать о Боге. Каков будет результат такого слушания? Независимо от того, кем является человек, бедным он или богатым человеком, американцем, европейцем или индийцем, брахманом, шудрой или кем-то еще, если он слышит трансцендентное слово Бога, господа, которого никогда не смогут победить любая сила или сила будет побеждена любовью. Арджуна был другом Кришны, но Кришна, хотя и был верховным Богом, стал колеснее, чем Арджуна, его слугой. Арджуна любил Кришну, и Кришна таким образом отвечал ему взаимностью. Подобным образом, когда Кришна был ребенком, он игриво взял туфли своего отца, Махараджа Нанды, и наделав себе на голову. Люди могут очень стараться стать едиными с Богом, но на самом деле мы можем превзойти это, мы можем стать отцом Бога. Конечно, Бог – отец всех существ, и у него самого отца нет, но он принимает своего преданного, своего возлюбленного, как отца. Кришна соглашается быть завоеванным своим преданным из любви. Все, что нужно сделать, это очень внимательно выслушать послание Господа. В седьмой главе Бхагават Гиты Шри Кришна приводит дополнительные способы, которыми его можно воспринимать на каждом этапе жизни, «Я – изначальный аромат земли», и «Я – тепло в огне». «Я – жизни всего живого», и «Я – покаяние всех аскетов». Гита 7.9 – слова Пуни Гандхов относятся к ароматам. Только Кришна может создавать вкусы и ароматы. Мы можем синтетически создавать некоторые ароматы или ароматы, но они не так хороши, как оригиналы, встречающиеся в природе. Когда мы чувствуем хороший натуральный аромат, мы можем подумать, «О, вот Бог! Вот Кришна!» Или, когда мы видим какую-то естественную красоту, мы можем подумать, «О, вот Кришна!» Или, когда мы видим что-то необычное, мощное или чудесное, мы можем подумать, «Вот Кришна!» Или, когда мы видим любую форму жизни, будь то в дереве, растении, животном или человеческом существе, мы должны понимать, что эта жизнь является неотъемлемой частью Кришны, ибо как только духовная искра, которая неотъемлемая часть Кришны, отнимается от тела, тело распадается. «О, Сын Притхи, знай, что Я – изначальное семя всех существований, разум разумных людей и доблесть всех могущественных людей». Гита 7.10, здесь снова ясно сказано, что Кришна – это жизнь всего живого. Таким образом, на каждом шагу мы можем видеть Бога. Люди могут спросить, «Можете ли вы показать мне Бога?» Да, конечно. Бога можно увидеть по-разному. Но если человек закроет глаза и скажет, «Я не увижу Бога», то как его можно будет показать? В приведенном выше стихе слово «биджам» означает «семя», и это семя провозглашается вечным, санатаном. Можно увидеть огромное дерево, но каково происхождение этого дерева? Это семя, и это семя вечно. Семя существования находится внутри каждого живого существа. Само тело может претерпевать множество изменений, оно может развиваться в утробе матери, появляться маленьким ребенком и расти в детстве и взрослой жизни, но семя того существования, которое находится внутри, постоянно. Поэтому это санатаном. Незаметно мы меняем свои тела в каждый момент, в каждую секунду. Но биджам, семя, духовная искра, не меняется. Кришна провозглашает себя вечным семейним во всех существованиях. Он также является интеллектом разумного человека. Без благосклонности Кришна человек не может стать необычайно умным. Каждый пытается быть умнее других, но без благосклонности Кришны это невозможно. Поэтому всякий раз, когда мы встречаем кого-то, обладающего необычайным интеллектом, мы должны думать, этот интеллект, это Кришна. Подобным образом, влияние того, кто очень влиятельный, это тоже Кришна. Я — сила сильного, лишенная страсти и желаний. Я — половая жизнь, которая не противоречит религиозным принципам, а Господь Пхарат — Арджуна. Гита 7.11 Слон и горилла — очень сильные животные, и мы должны понимать, что они получают свою силу от Кришны. Человек не может обрести такую силу собственными усилиями, но если Кришна того пожелает, человек может получить силу, превосходящую у слона в тысячи раз. Говорят, что великий воин Тхима, сражавшийся в битве на Курукшетри, обладал силой, в десять тысяч раз превышающей силу слона. Точно так же желание или похоть, Кама, не противоречащая религиозным принципам, также следует рассматривать как Кришну. Что это за похоть? Вожделение обычно означает сексуальную жизнь, но здесь Кама относится к сексуальной жизни, которая не противоречит религиозным принципам, то есть к сексу для зачатия хороших детей. Если человек может родить хороших детей, сознающих Кришну, он может заниматься сексом тысячи раз, но если он может зачать только детей, выращенных в сознании кошек и собак, его сексуальную жизнь следует считать нерелигиозной. В религиозных и цивилизованных обществах брак рассматривается как признак того, что пара должна заниматься сексом ради рождения хороших детей. Поэтому супружеская половая жизнь считается религиозной, а незамужняя половая жизнь — нерелигиозной. На самом деле нет никакой разницы между саньясь и домохозяином при условии, что сексуальная деятельность домохозяина основана на религиозных принципах. «Знайте, что все состояние бытия, будь то доброта, страсти или невежество, проявляются моей энергией. В каком-то смысле я есть все, но я независим. Я не нахожусь под влиянием гун материальной природы, поскольку они, напротив, находятся внутри меня». ГИТА 7.12 Можно задать Кришне такой вопрос. «Ты говоришь, что ты — звук, вода, свет, аромат, семя всего, сила и кама, желание, значит ли это, что ты существуешь просто в гуне благости?» В материальном мире существуют гуны благости, страсти и невежества. До сих пор Кришна описывал себя как нечто хорошее, например, секс в браке в соответствии с религиозными принципами. А как насчет других режимов? Разве в них нет Кришны? В ответ Кришна отвечает, что все, что можно увидеть в материальном мире, является результатом взаимодействия трехгум материальной природы. Все, что можно наблюдать, это сочетание доброты, страсти или невежества, и во всех случаях эти три состояния произведены мною. Поскольку они созданы Кришной, их положение находится в нем, но его нет в них, ибо сам Кришна трансцендентен к трехгумам. Таким образом, в другом смысле плохие и злые вещи, которые производятся из-за невежества, также являются Кришной, когда они применяются Кришной. Как это? Например, инженер-электрик производит электрическую энергию. В наших домах мы ощущаем эту электрическую энергию, как холод в помещении холодильника или тепла в электроплите, а на электростанции электрическая энергия не бывает ни холодной, ни горячей. Проявления этой энергии могут быть разными для живых существ, но для Кришны они не отличаются. Поэтому Кришна иногда действует, казалось бы, на принципах страсти или невежества, но для Кришны нет ничего, кроме Кришны, точно так же, как для инженера электрико-электрическая энергия, это просто электричество и ничего больше. Он не делает различия, что это холодное электричество, а что горячее электричество. Все создается Кришной. Действительно, Веданта Сутра подтверждает, Атхату Брахма Джаджна Суджанмадья Асиятах, все вытекает из высшей абсолютной истины. То, что живое существо считает плохим или хорошим, таковым является только для живого существа, поскольку оно обусловлено. Но поскольку Кришна не обусловлен, для Него не существует вопроса о плохом или хорошем. Поскольку мы обусловлены, мы страдаем от двойственности, но для Него все совершенно. Библиотека на пути Кришны 4 дороги глупых и мудрых Таким образом, Кришна объясняет Себя таким, какой Он есть. Однако Он нас не привлекает. Почему это? Причину дает Сам Кришна, эту Мою Божественную Энергию, состоящую из трех гун материальной природы, трудно преодолеть. Но те, кто предался Мне, могут легко выйти за Его пределы. ГИТА 7.14 Материальный мир пронизан кремя качествами материальной природы. Все живые существа находятся под влиянием этих качеств. Если на них в первую очередь влияет гуна благости, их называют брахманами, а если на них влияет гуна страсти, их называют кшатриями. Если они находятся под влиянием гун страсти и невежества, то они являются ваишьями, а если они находятся под влиянием невежества, то они — шудры. Это не искусственное навязывание, обусловленное рождением или социальным статусом, а соответствующая гуне, или гуне природы, в которой человек действует. В соответствии с тремя гунами материальной природы и деятельностью, связанной с ними, мной были созданы четыре подразделения человеческого общества. И хотя я создатель этой системы, вы должны знать, что я все же бездействующий, неизменный. Гита 4.13 Дело не в том, что эта система относится к извращенной кастовой системе Индия. Шри Кришна особо утверждает, гуна корма вибхагаших, люди классифицируются в соответствии с гуной или способом, в соответствии с которым они действуют, и это применимо к людям во всей Вселенной. Когда Кришна говорит, мы должны понимать, что все, что Он говорит, не ограничено, но является универсальной истиной. Он утверждает, что является отцом всех живых существ, даже животные, водные обитатели, деревья, растения, червя, птицы и пчелы считаются Его сыновьями. Шри Кришна утверждает, что вся Вселенная находится в иллюзии взаимодействия трех качеств материальной природы, и мы находимся под чарами этой иллюзии, поэтому мы не можем понять, что такое Бог. Какова природа этой иллюзии и как ее можно преодолеть? Это также объясняется в Пхагавадгите, эту мою божественную энергию, состоящую из трех гун материальной природы, трудно преодолеть. Но те, кто предался мне, могут легко выйти за его пределы. ГИТА 7.14 Никто не может избавиться от Пу-трех качеств материальной природы с помощью умственных размышлений. Три гунны очень сильны, и их трудно преодолеть. Разве мы не можем почувствовать, что находимся во власти материальной природы? Слово гунна, режим, также означает веревку. Когда кто-то связан тремя крепкими веревками, он, конечно, очень крепко закреплен. Наши руки и ноги связаны крепкими веревками добра, страсти и невежества. Должны ли мы поэтому оставить надежду? Нет, здесь Шри Кришна обещает, что всякий, кто предается ему, сразу становится свободным. Когда человек становится сознающим Кришну, тем или иным способом, он становится свободным. Мы все связаны с Кришной, поскольку все мы, его сыновья. У сына могут быть разногласия с отцом, но он не может разорвать эти отношения. В течение жизни его спросит, кто он, и ему придется ответить, «Я сын такого-то». Эта связь невозможно разорвать. Мы все сыновья Бога, и что связь с Ним вечно, но мы просто забыли. Кришна всемогущ, всезнаменит, всебогат, всепрекрасен, всезнающ, и он также полон отречения. Хоть мы и друзья такой великой личности, мы забыли ее. Если сын богатого человека забудет своего отца, уйдет из дома и сойдет с ума, он может лечь на улицу, чтобы заснуть, или бы просять денег на еду, но все это от его забывчивости. Если же кто-нибудь сообщит ему, что он просто страдает от того, что покинул очий дом и что его отец, очень богатый человек и владелец огромного имущества, жаждет его возвращения, такой человек является великим благодетелем. В этом материальном мире мы всегда страдаем от роемых страданий, страданий, исходящих от тела и ума, от других живых существ и от природных катастроф. Будучи окутаны иллюзией, гнами материальной природы, мы не принимаем во внимание эти страдания. Однако мы всегда должны знать, что в материальном мире мы испытываем столько страданий. Тот, у кого достаточно развито сознание, кто разумен, спрашивает, почему он страдает. Я не хочу страданий. Почему я страдаю? Когда возникает этот вопрос, появляется шанс стать сознающим Кришну. Как только мы предаемся Кришне, он приветствует нас очень сердечно. Это похоже на потерянного ребенка, который возвращается к своему отцу и говорит, «Мой дорогой отец, из-за какого-то недоразумения я оставил твою защиту, но я пострадал. Теперь я возвращаюсь к тебе». Отец обнимает сына и говорит, «Мой дорогой мальчик, давай. Я так беспокоилась за тебя все дни, когда тебя не было, и теперь я так рада, что ты вернулся». Отец такой добрый. Мы находимся в таком же положении. Мы должны предаться Кришне, и это не очень сложно. Когда сын подчиняется отцу, разве это очень трудная работа? Это очень естественно, и отец всегда ждет сына. Об оскорблении не может быть и речи. Если мы склонимся перед нашим верховным отцом и коснемся его стоп, для нас это не будет ни вредом, ни трудностью. Действительно, для нас это славно. Почему бы и нет? Предавшись Кришне, мы сразу же попадаем под его защиту и освобождаемся от всех страданий. Это подтверждается всеми священными писаниями. В конце Абхагавадгиты Шри Кришна говорит, «Оставьте все разновидности религия и просто предайтесь мне. Я избавлю тебя от всех греховных последствий. Не бойся». ГИТО 18.66 Когда мы бросаемся к ногам Бога, мы попадаем под его защиту, и с этого времени нам нечего бояться. Когда дети находятся под защитой своих родителей, они бесстрашны, потому что знают, что родители не допустят, чтобы им причинили вред. МАМАВЕЙЕ ПРАПАДЬЯНТИЕ, Кришна обещает, что у тех, кто предается ему, нет причин для страха. Если предаться Кришне так легко, то почему люди не делают этого? Вместо этого есть много тех, кто бросает вызов самому существованию Бога, утверждая, что природа и наука – это все, а Бог – ничто. Так называемый прогресс цивилизации в знаниях означает, что население становится все более безумным. Вместо того, чтобы излечиться, болезнь увеличивается. Люди не заботятся о Боге, но они заботятся о природе, о делу природы, давать пинки в виде тройных страданий. Она всегда применяет эти удары 24 часа в сутки. Однако мы настолько привыкли тому, что нас пинают, что думаем, что это нормально, и считаем это обычным ходом вещей. Мы очень гордимся своим образованием, но говорим материальной природе, спасибо большое, что пнуло меня. Теперь, пожалуйста, продолжайте. Заблуждаясь таким образом, мы думаем, что победили даже материальную природу. Но как это так? Природа все еще причиняет нам страдания рождения, старости, болезни и смерти. Кто-нибудь решил эти проблемы? Тогда какого прогресса мы действительно достигли в области знаний и цивилизации? Мы находимся под строгими правилами материальной природы, но тем не менее думаем, что победили. Это называется Маи. Могут возникнуть некоторые трудности с преданием Отцу этого тела, поскольку его знания и силы ограничены, но Кришна не похож на обычного Отца. Кришна безграничен и обладает полным знанием, полной силой, полным богатством, полной красотой, полной славой и полным тречением. Разве мы не должны считать себя счастливыми, что пришли к такому Отцу и наслаждаемся его имуществом? Однако, похоже, это никого не волнует, и теперь все пропагандируют, что Бога нет. Почему люди не ищут Его? Ответ дан в углае 7, стихе 15 Бхагавадгеты, те негодяи, которые чрезвычайно глупы, которые являются самыми низкими среди человечества, чьи знания украдены иллюзии и которые разделяют атеистическую природу демонов, не предаются мне. Таким образом дураки классифицируются. Душкрития всегда действует вопреки предписаниям священных писаний. Задача нынешней цивилизации нарушать библейские правила, вот и все. По определению, благочестивый человек, это тот, кто этого не делает. Должен быть какой-то стандарт, позволяющий различать душкритий, злодея, и сукритий, добродетельного человека. В каждой цивилизованной стране есть какое-то священное писание, оно может быть христианским, индуистским, мусульманским или буддийским. Это не имеет значения. Дело в том, что здесь находится авторитетная книга, священное писание. Тот, кто не следует его предписаниям, считается преступником. Другая категория, упомянутая в этом стихе, это мудха, глупец номер один. Нарадхама, это тот, кто находится на низком уровне человеческой лестницы, а Майя Пахритагина, это тот, чье знание унесено Майи, или иллюзии. Асурам Пхаума Шритах относится к тем, кто является ярым атоистом. Хотя в подчинении отцу нет никаких недостатков, люди, которые характеризуются таким образом, никогда этого не делают. В результате они постоянно подвергаются наказаниям со стороны агентов отца. Их приходится бить, бить палками и жестоко пинать, и они должны страдать. Как отец должен оказывать своего непослушного мальчика, так и материальная природа должна применять определенные наказания. В то же время природа питает нас, снабжая едой и другими предметами первой необходимости. Оба процесса происходят, потому что мы, сыновья самого богатого отца на свете, а Кришна добр, хотя мы и не предаемся ему. Однако, несмотря на то, что душ Крити так хорошо обеспечена отцом, она по-прежнему совершает несанкционированные действия. Глупый человек, если он упорствует в наказание, и он находится на низком уровне человеческой лестницы, если не использует человеческую форму жизни, чтобы понять Кришну. Если человек не использует свою жизнь для пробуждения своих отношений со своим настоящим отцом, его следует считать падшим на человеческом уровне. Животные просто едят, спят, защищаются, вступают в половую связь и умирают. Они не пользуются высшим сознанием, потому что это невозможно в низших формах жизни. Если человек следует за деятельностью животных и не использует свою способность возвышать свое сознание, он падает на человеческую шкалу и готовится к получению животного тела в следующей жизни. По милости Кришны нам даны высокоразвитые тело и разум, но если мы не используем их, зачем ему снова давать их нам? Мы должны понимать, что это человеческое тело развелось после миллионов и миллионов лет эволюции и что оно само по себе является шансом выйти из цикла рождения и смерти, в котором развиваются более восьми миллионов видов жизни. Этот шанс дан милостью Кришны, и если мы не воспользуемся им, разве мы не самые низкие среди людей? Можно иметь степень магистра, доктора философии и какого-то университета, но, иллюзорная энергия забирает эти мирские знания. Тот, кто действительно разумен, приложит свой разум, чтобы понять, кто он такой, кто такой Бог, что такое материальная природа, почему он страдает в материальной природе и какого средства от этих страданий. Мы можем применить свой разум для производства автомобилей, радио или телевизора, ради чувственного удовлетворения, но мы должны понимать, что это не знание. Скорее, это разграбленная разведка. Разум дан человеку для понимания проблем жизни, но им злоупотребляют. Люди думают, что приобрели знания, потому что умеют производить автомобили и управлять ими, но до того, как машина появилась, люди все еще переезжали из одного места в другое. Просто объект увеличили, но вместе с ним появились и дополнительные проблемы, загрязнение воздуха и переполненные автомагистрали. Это мая, мы создаем объекты, а эти объекты, в свою очередь, создают столько проблем. Вместо того, чтобы тратить энергию на обеспечение себя множеством удобств и современных удобств, нам следует применить интеллект, чтобы понять, кто и что мы есть. Мы не любим страдать, но мы должны понимать, почему нам навязывают страдания. Благодаря так называемому знанию нам просто удалось создать атомную бомбу. Таким образом, процесс убийства ускорился. Мы так гордимся тем, что думаем, что это развитие знаний, но если мы сможем создать что-то, что может остановить смерть, мы действительно продвинулись в знаниях. Смерть уже присутствует в материальной природе, но мы так стремимся приблизить ее, убивая всех одной капли, это называется знанием эпохритогена, увлекающимся иллюзией. Асуры, демоны и провозглашенные атеисты на самом деле бросают вызов Богу. Если бы не наш Верховный Отец, мы бы не увидели Дневного Света, так какой же смысл бросать ему вызов в ведах утверждается, что существует два класса людей, дэвы и асуры, полубоги и демоны. Кто такие дэвы? Преданных Верховного Господа называют дэвами, потому что они также становятся подобными Богу, тогда как тех, кто бросает вызов власти Всевышнего, называют асурами или демонами. Эти два класса всегда присутствуют в человеческом обществе. Точно так же, как есть четыре типа злодеев, которые никогда не предаются Кришне, есть четыре типа счастливчиков, поклоняющихся ему, и они классифицируются в следующем стихе, о лучшие из Пхарат, Арджуна, четыре типа благочестивых людей преданно служат мне, несчастные, желающие богатства, любознательные и те, кто ищет знания Абсолюта. Гита 7.16, этот материальный мир полон страданий, которым подвержены как благочестивые, так и нечестивцы. Зимний холод одинаково относится ко всем. Его не заботят благочестивые или нечестивцы, богатые или бедные. Однако разница между благочестивым и нечестивым в том, что благочестивый человек думает о Боге, когда он находится в своем жалком состоянии. Часто, когда человек расстроен, он идет в церковь и молится, «О мой Господь, я в затруднении. Пожалуйста, помогите мне». Хотя он и молится о какой-то материальной необходимости, такого человека все равно следует считать благочестивым, потому что он пришел к Богу в своем горе. Точно так же бедняк может пойти в церковь и помолиться, «Мой дорогой Господь, пожалуйста, дай мне немного денег». С другой стороны, любознательные люди обычно умны. Они всегда исследуют, чтобы понять вещи. Они могут спросить, что такое Бог, а затем провести научное исследование, чтобы выяснить это. Они также считаются благочестивыми, потому что их исследования направлены на правильный объект. Человека, обладающего знанием, называют гьяня, того, кто понял свое изначальное положение. У такого гьяня может быть безличное представление о Боге, но поскольку он находит прибежище выше, выше абсолютной истины, его также следует считать благочестивым. Эти четыре типа людей называются сукрити, благочестивыми, потому что все они стремятся к Богу. Из них лучшим является тот, кто обладает полным знанием и всегда занимается чистым преданным служением. Ибо я очень дорог ему, и он дорог мне. Гита 7.17 Из четырех классов людей, которые приближаются к Богу, лучше всего подходит тот, кто философски пытается понять природу Бога, кто пытается стать сознающим Кришну, вишьяте. Действительно, Кришна говорит, что такой человек очень дорог ему, потому что у него нет другого дела, кроме понимания Бога. Остальные хуже. Никто не должен молиться Богу, чтобы просить о чем-либо, и тот, кто так делает, глуп, потому что он не знает, что всеведущий Бог находится в его сердце и хорошо знает, когда он в беде или нуждается в деньгах. Мудрый человек осознает это и не молится об избавлении от материальных страданий. Скорее, он молится, чтобы прославить Бога и рассказать другим, насколько он велик. Он не молится о своих личных интересах, о хлебе, одежде или приюте. Чистый преданный, когда он нагорчен, говорит, дорогой Господь, это твоя доброта. Ты верк меня в беду только для того, чтобы исправить меня. Я должен был бы подвергнуться гораздо большему горю, но по своей милости ты свел это к минимуму. Это видение чистого преданного, которого не беспокоит. Тот, кто находится в сознании Кришны, не заботится о материальных страданиях, оскорблениях или чести, потому что он в стороне от всего этого. Он хорошо знает, что горе, честь и оскорбления касаются только тела, а он не есть тело. Сократ, например, веривший в бессмертие души, был приговорен к смерти на вопрос, как бы он хотел быть похороненным, ответил, прежде всего, вам, возможно, придется поймать меня. Итак, тот, кто знает, что он не тело, не беспокоится, поскольку он знает, что душу нельзя поймать, подвергнуть пыткам, убить или похоронить. Тот, кто знаком с наукой Кришне, прекрасно знает, что он не является телом, что он является неотъемлемой частицей Кришны, что его настоящее отношение связано с Кришной, и это так или иначе, хотя он и был помещен в материю тела, он должен оставаться в стороне трех качеств материльной природы. Его интересуют негун и благости, страсти или невежества, а Кришна. Тот, кто понимает это, является гьяне, мудрецом, и он очень дару Кришне. Бедствующий человек, обритие богатства, может забыть Бога, но гьяне, знающие истинное положение Бога, никогда не забудет его. Существует класс гьяне, называемых имперсоналистами, которые говорят, что, поскольку поклонение безличному слишком сложно, необходимо воображать форму Бога. Это не настоящие гьяне, они глупцы. Никто не может представить форму Бога, ибо Бог так велик. Можно представить себе какую-то форму, но эта выдумка, это не настоящая форма. Есть те, кто представляет себе форму Бога, и есть те, кто отрицает форму Бога. Ни один из них не является гьяне. Тех, кто воображает форму, называют иконоборцами. Во время индуистско-мусульманские беспорядки в Индии, некоторые индусы приходили в мусульманскую мечеть и разбивали статуни изображения Бога, и мусульмане отвечали тем же. Таким образом, они оба думали, мы убили индуистского Бога. Мы убили мусульманского Бога Ит. Точно так же, когда Ганди возглавлял свое движение сопротивления, многие индийцы выходили на улицу и уничтожали почтовые ящики, думая, что таким образом они уничтожают государственную почтовую службу. Люди с таким менталитетом не являются гьяне. Религиозные войны между индуистами и мусульманами, христианами и нехристианами велись на почве невежества. Тот, кто обладает знанием, знает, что Бог един, он не может быть мусульманином, индуистом или христианином. Это наше воображение, что Бог такой-то и такой-то. Это все воображение. Настоящий мудрец знает, что Бог трансцендентен. Тот, кто знает, что Бог трансцендентен материальным гонам, поистине знает Бога. Бог всегда рядом с нами, присутствует в наших сердцах. Когда мы оставляем тело, Бог тоже идет с нами, а когда мы принимаем другое тело, он идет с нами туда, просто чтобы посмотреть, что мы делаем. Когда мы обратим свое лицо к нему, он всегда ждет. Как только мы поворачиваем лицо к Богу, он говорит, мой дорогой, сын, давай, сачи, а мама приех, ты вечно дорог мне. Теперь ты обращаешь свое лицо ко мне, и я очень рад. Мудрый человек, гьяня, действительно понимает науку о Боге. Тот, кто понимает не только, что Бог благ, находится на предварительной стадии, но тот, кто действительно понимает, насколько велик и добрый Бог, продвигается дальше. Это знание можно получить и шрима пхагаватам и пхагаватгиты. Тот, кто действительно интересуется Богом, должен изучать науку о Боге, пхагаватгиту. Мой дорогой Арджуна, поскольку ты никогда не завидуешь мне, я передам тебе это самое сокровенное знание и реализацию, познав которые, ты освободишься от страданий материального существования. Гита 9.1 Знание Бога, переданное в пхагаватгите, очень тонкое и сокровенное. Он полон гьяны, метафизической мудрости, и виджняны, научного знания. И оно также полно тайн. Как можно понять это знание? Оно должно быть передано самим Богом или добросовестным представителем Бога. Поэтому Шри Кришна говорит, что всякий раз, когда возникает расхождение в понимании науки о Боге, он воплощает себя. Знание также не происходит из чувств. Преданность это не сантименты, это наука. Шрила Рупагасвами говорит, демонстрации духовности без ссылки на ведическое знание, это просто беспокойство для общества. Человек должен вкусить нектар преданности разумам, аргументам и знаниям, а затем передать его другим. Не следует думать, что сознание Кришны, это просто сентиментальность. Танцы и пение, все научно. Есть наука, а есть любящая взаимность. Кришна очень дорог мудрому человеку, а мудрец очень дорог Кришне. Кришна ответит на нашу любовь тысячекратно. Какую способность мы, ограниченные существа, можем любить Кришну. Но Кришна обладает огромной способностью, безграничной способностью, любить. Библиотека на пути Кришни 5 направляясь к Высшему все эти преданные, несомненно, являются великодушными душами, но того, кто находится в знании меня, я считаю подобным себе самому. Занимаясь моим трансцендентным служением, он обязательно достигнет меня, высшей и совершенной цели. Гита 7.18 Здесь Кришна говорит, что все люди, которые приходят к Нему, будь то огорченные, нуждающиеся в деньгах, любопытные приветствуются, но из них ему очень дорог человек, обладающий знанием. Других приветствуют, потому что понятно, что со временем, если они продолжат идти по пути к Богу, они станут такими же хорошими, как человек знания. Но вообще бывает так, что когда человек идет в церковь ради выгоды, а деньги не приходят, он приходит к выводу, что приближаться к Богу, это вздор, и отказывается от всякой связи с церковью. В этом опасность приближения к Богу со скрытыми мотивами. Например, сообщалось, что во время Второй мировой войны многие из жены немецких солдат ходили в церковь, чтобы помолиться за благополучное возвращение своих мужей, но когда они обнаружив, что их мужья погибли в бою, они стали атеистами. Таким образом, мы хотим, чтобы Бог стал нашим поставщиком заказов, и когда он не выполняет наш заказ, мы говорим, что Бога нет. Таков эффект молитвы о материальных вещах. В этой связи есть история о пятилетней мальчике по имени Тхрува, который принадлежал к царской семье. Со временем его отец, король, устал от своей матери и сверг ее с поста своей королевы. Затем он взял в качестве королевы другую женщину, и она стала мачехой мальчика. Она очень завидовала Тхруве однажды, когда Тхрува сидел на коленях у отца, оскорбила его. «О, ты не можешь сидеть на коленях у своего отца», сказала она, «потому что ты не от меня рожден». Она стащила Тхруву с колен его отца, и мальчик очень разозлился. Он был сыном кшатрии, а кшатрии известны своим вспыльчивым характером. изложенной матери. «Дорогая мама», сказал он, «моя мачеха оскорбила меня, вытащив из колен отца». «Дорогой сынок», ответила мать, «что я могу сделать? Я беспомощен, и твой отец больше не заботится обо мне». «Ну как же мне отомстить?» спросил мальчик. «Мой дорогой мальчик, ты беспомощен. Только если Бог поможет тебе, ты сможешь отомстить». «О, где же Бог?» с энтузиазмом спросил Тхрува. «Я понимаю, что многие мудрецы отправляются в джунгли леса, чтобы увидеть Бога», ответила мать. «Они подвергаются великим покаяниям и аскезам, чтобы найти там Бога». Тхрува сразу же пошел в лес и начал спрашивать тигра и слона, «О, вы Бог? Ты Бог?» Таким образом он допрашивал всех животных. Видя, что Шри Кришна послал Нараду Муни разобраться в ситуации. Нарада быстро пошел в лес и нашел Тхруву. «Мой дорогой мальчик», сказал Нарада, «ты принадлежишь к царской семье. Вы не можете терпеть все это покаяние и аскезу. Пожалуйста, вернитесь к себе домой. Твоя мать и отец очень беспокоятся за тебя. Пожалуйста, не пытайтесь отвлечь меня таким образом», сказал мальчик. «Если вы знаете, как я могу видеть Бога, пожалуйста, скажите мне. В противном случае уходите и не беспокойте меня». Когда Нарада увидел такую решимость Тхрувы, он инициировал его в ученики и дал ему мантру «Омнам Абхагавати Васудевая». Тхрува повторил эту мантру и стал совершенным, и перед ним предстал Бог. «Мой дорогой Тхрува, чего ты хочешь? Ты можешь взять от меня все, что пожелаешь. Мой дорогой Господь», ответил мальчик, «Я подвергался столь суровому покаянию просто ради царства и земли моего отца, но теперь я увидел тебя. Даже великие мудрецы и святые не могут увидеть тебя. Какова моя прибыль? Я вышел из дома и нашел лишь несколько осколков стекла и мусора, а вместо этого нашел очень ценный алмаз. Теперь я доволен. Мне не нужно ничего у тебя просить. Таким образом, даже если человек беден или находится в бедственном положении, если он идет к Богу с той же решимостью, что и Тхрува, с намерением увидеть Бога и получить его благословение, если ему случится увидеть Бога, он больше не захочет ничего материального. Он приходит к пониманию глупости материальных благ и отбрасывает иллюзии ради реальности. Когда человек достигает сознания Кришны, как Тхрува Махараджа, он становится полностью удовлетворенным и ничего не хочет. Гьяня, мудрец, знает, что материальные вещи мерцают. Он также знает, что есть три аспекта, которые усложняют всю материальную выгоду, один хочет прибыли от своей работы, другой хочет обожания других из-за своего богатства и третий хочет славы из-за своего богатства. В любом случае он знает, что все это применимо только к телу и что когда телу приходит конец, они тоже уходят. Когда тело умирает, человек уже не богатый человек, а духовная душа, и согласно своей работе он должен войти в другое тело. В гите говорится, что мудрого человека это не сбивает с толку, поскольку он знает, что есть что. Зачем же тогда ему беспокоиться о достижении материального богатства. Его позиция такова, у меня вечная связь с Кришной, Верховным Господом. Теперь позвольте мне прочно установить эти отношения, чтобы Кришна забрал меня обратно в свое царство. Космическая ситуация дает всем нам возможность восстановить эти отношения с Кришной и вернуться к Богу. Это должно быть нашей миссией в жизни. Все, что нам нужно, дает Бог, землю, зерно, фрукты, молоко, кровь и одежду. Нам нужно только жить мирно и культивировать Кришну сознание. Это должно быть нашей миссией в жизни. Поэтому мы должны быть удовлетворены тем, что Бог дал нам виде еды, крова, защиты и секса, и не должны хотеть все больше и больше. Лучший тип цивилизации это тот, который придерживается принципа простой жизни и возвышенного мышления. На фабрике невозможно производить еды или секс. Все это и все остальное, что нам нужно, дает Бог. Наше дело, воспользоваться этими вещами и стать сознающими Бога. Хотя Бог дал нам все возможности, чтобы мирно жить на этой земле, развивать сознание Кришны и, наконец, прийти к Нему, в этот век нам не повезло. Мне долговечны, и очень много людей лишены еды, крова, семейной жизни или защиты от нападений природы. Это происходит из-за влияния века Кали. Поэтому Господь Читания Махапрабху, в виде ужасную ситуацию этого века, подчеркнул абсолютную необходимость развития духовной жизни. И как нам это сделать? Читание Махапрабху приводит формулу, просто всегда повторяйте Харе Кришна. Неважно, находитесь ли вы в Аду, в Хижине или в Небоскресбе, это не имеет значения. Просто продолжайте повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нет никаких затрат, нет препятствий, нет каст, нет вероисповедания, нет цвета кожи, это может сделать каждый. Просто пойти и слушайте. Так или иначе, если человек вступает в контакт со знанием Кришны и выполняет этот процесс под руководством истинного наставника, он обязательно вернется к Богу. После многих рождений и смертей тот, кто действительно обладает знанием, предается мне, зная, что я, причина всех причин и всего сущего. Такая великая душа встречается очень редко. Гита 7.19 Философские исследования науки о Боге должны проводиться на протяжении многих рождений. Осознать Бога очень легко, но в то же время очень сложно. Это легко для тех, кто принимает слово Кришна как истину, но те, кто пытается понять посредством исследовательской работы, посредством развития знания, должны создать свою веру после завершения столь большого количества исследовательской работы, и этот процесс требует многих рождений. Существуют разные типы трансценденталистов, называемые татвавит, которые знают абсолютную истину. Трансценденталисты называют абсолютную истину и то, в чем недвойственности. В абсолютной истине недвойственности все находится на одном уровне. Того, кто знает это воистину, называют татвавит. Кришна провозглашает, что абсолютная истина познается в трех аспектах Брахман, Параматма и Пхагаван, безличное сияние Брахмана, локализованная сверхдуша и верховная личность Бога. Таким образом, существуют три угла, под которыми можно представить абсолютную истину. Можно рассматривать гору с большого расстояния и, таким образом, воспринимать ее под одним углом зрения. Подойдя ближе, он может увидеть деревень и листву горы, а если он начнет подниматься на гору, то обнаружит столько разнообразия в деревьях, растениях и животных. Цель одна и та же, но из-за разных углов зрения мудрицы имеют разные представления об абсолютной истине. Другой пример, есть солнечный свет, солнечный диск и Бог Солнца. Тот, кто находится на Солнце, не может утверждать, что находится на самом Солнце, а тот, кто находится на Солнце, с точки зрения зрения находится в лучшем положении. Солнечный свет можно сравнить с всепроникающим сиянием Брахмаджиоти, локализованный солнечный диск можно сравнить с локализованным аспектом сверх души, а Бога Солнца, пребывающего на Солнце, можно сравнить с личностью Бога. Поскольку на этой планете Земля обитает множество разнообразных живых существ, из ведических писаний мы можем понять, что на Солнце также обитает множество живых существ, но их тела состоят из огня, так же как наши тела состоят из Земли. В материальной природе существует пять грубых элементов Земля, вода, воздух, огонь и пространство. На разных планетах существуют разные атмосферы из-за того, что преобладает один из этих пяти элементов, и существуют разные тела для живых существ, любого элемента, который может преобладать на конкретной планете. Не следует думать, что качество жизни на всех планетах одинаковое, однако существует единообразие в том смысле, что эти пять элементов присутствуют в той или иной форме. Таким образом, на некоторых планетах видное место занимает Земля, огонь, вода, воздух и космос. Поэтому мы не должны думать, что жизнь на этих планетах отсутствует только потому, что планета не состоит в основном из Земли или потому, что ее атмосфера не дублирует нашу. Ведическая литература сообщает нам, что существует бесчисленное множество планет, населенных живыми существами с разными типами тел. Подобно тому, как, совершив некоторые материальные приспособления, мы можем получить право попасть на различные материальные планеты, благодаря этим качествам мы можем попасть на духовную планету, где обитает Верховный Господь. Те, кто поклоняются полубогам, родятся среди полубогов, те, кто поклоняется предкам, идут к предкам, и поклонящиеся мне будут жить со мною. Гита 9.25, те, кто пытается попасть на высшие планеты, могут попасть туда, и те, кто пытается получить право войти на Галлоку Вриндаван, планету Кришны, также могут войти туда посредством процесса сознания Кришны. Прежде чем отправиться в Индию, мы можем получить описание страны, услышать о месте, это первый опыт. Точно так же, если мы хотим получить информацию о планете, на которой живет Бог, мы должны услышать. Мы не можем сразу провести эксперимент и поехать туда. Это невозможно. Но ведической литературе имеется так много описаний высшей планеты. Например, в Брахмасанхите, 5.29, говорится, «Я поклоняюсь Гавинде, первобытному господу, первому прародителю, который пасет коров и исполняет все желания в обителях построенных, из духовных драгоценностей окруженных, миллионами деревьев исполняющих, желания которым, всегда с большим почтением и любовью служили сотни тысяч людей лакшми или гопи». Есть и другие подробные описания, в частности, в Брахмасанхите. Те, кто пытается осознать абсолютную истину, подразделяются на категории в соответствии с тем аспектом абсолютной истины, на котором они концентрируются. Тех, кто концентрируется на Брахмане, имперсоналистах, называют Брахмавади. Обычно те, кто пытается осознать абсолютную истину, прежде всего осознают Брахмаджьоти. Тех, кто концентрируется на сверхдуши, локализованной форме Господа в сердце, называемой Параматмой, называют Параматмавади. Верховный Господь в своей полной части пребывает в сердце каждого, и посредством медитации и концентрации можно постичь эту форму. Он не только находится в сердце каждого, но он находится в каждом атоме творении. Осознание Параматмы является второй стадии. Третья последняя стадия, это осознание Пхагаванна, Верховной Личности и Бога. Поскольку существует три основных этапа реализации, высшую абсолютную истину невозможно достичь за одно рождение. Бахунам Джанмана Манте. Если человеку повезет, он сможет достичь предельного за одну секунду. Но обычно требуется много-много лет и много-много рождений, чтобы осознать, что такое Бог. Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит от меня. Мудрые, которые в совершенстве знают это, преданно служат мне и поклоняются мне всем своим сердцем. Гита 10.8 Веданта Сутра также подтверждает, что абсолютная истина это тот, из кого все рождается. Если мы действительно верим, что Кришна является источником всего, и если мы поклоняемся ему, весь наш счет закрывается в одну секунду. Но если человек не верит и говорит, о, я хочу видеть, что такой Бог, ему придется пройти этапы, осознав безличное сияние Брахмана, качество, прежде чем, наконец, прийти к последней стадии осознав, о, вот верховная личность Бога. Однако следует понимать, что этот процесс занимает больше времени. Когда человек в результате многих лет исследований приходит к осознанию абсолютной истины, он приходит к выводу Васудива Хсарвамати Васудива, это все, что есть. Васудива, это имя Кришны, и оно означает тот, кто живет повсюду. Понимая, что Васудива является корнем всего, мам пропадятий, он предается. Процесс капитуляции является конечной целью, либо человек делает это сразу, либо после многих родов исследовательской работы. В любом случае необходимо сдаться, осознав, что Бог велик, а я его подчиненный. Понимая это, мудрый человек немедленно сдастся, а не будет ждать, чтобы принять много-много рождений. Он понимает, что эту информацию дает Верховный Господь по своей бесконечной милости к обусловленным душам. Мы все обусловленные души, страдающие от тройных страданий материального мира. Теперь Верховный Господь дает нам возможность избежать этих страданий посредством процесса предания. Здесь можно спросить, если Верховная Личность является конечной целью и человек должен предаться ему, то почему в мире так много различных процессов поклонения? Ответ на этот вопрос содержится в следующем стихе. Те, чей разум был украден материальными желаниями, предаются полубогам и следуют особым правилам и предписаниям поклонения в соответствии со своей собственной природой. Гита 7.20, в мире существует много разных типов людей, и они действуют в разных гунах материальной природы. Вообще говоря, большинство мужчин не стремятся к освобождению. Если они примут духовность, они желают получить что-то духовной силой. В Индии нередко человек приходит к сваме и говорит, свамиджи, не могли бы выдать мне какое-нибудь лекарство? Я страдаю от этой болезни. Он думает, что, поскольку врач слишком дорог, он может пойти к сваме, который может творить чудеса. В Индии также есть сваме, которые приходят в дома людей и проповедуют, если вы дадите мне одну унцию золота, я смогу превратить ее в 100 унций золота. Люди думают, у меня есть 5 унций золота. Давай я дам ему, и я получу 500 унций. Таким образом сваме собирает все золото в деревне, собрав его, исчезает. Это наша болезнь, когда мы идем к сваме, в храм или церковь, наши сердца наполняются материальными желаниями. Желая получить какую-то материальную выгоду от духовной жизни, мы практикуем йогу только для того, чтобы поддерживать свое здоровье в хорошей форме. Но чтобы сохранить здоровье, зачем прибегать к йоге? Мы можем стать здоровыми благодаря регулярным упражнениям и регулируемому питанию. Зачем прибегать к йоге? Потому что у нас есть материальное желание поддерживать себя в форме и наслаждаться жизнью, посещая церковь и делая Бога своим поставщиком заказов. Имея материальные желания, люди поклоняются различным полубогам. Они понятия не имеют, как выйти из материи, они хотят использовать материальный мир с максимальной отдачей. Например, в ведической литературе есть очень много рекомендаций, если человек хочет вылечить свою болезнь, он поклоняется солнцу, или если девушка хочет хорошего мужа, она поклоняется господушеве, или если человек хочет стать красивым, он поклоняется такому и такому Богу, или если кто-то хочет получить образование, он поклоняется богине Сарасвате. Таким образом, жители Запада часто думают, что индусы политеисты, но на самом деле это поклонение не Богу, а полубогам. Мы не должны думать, что полубоги, это Бог. Бог един, но есть полубоги, которые также являются живыми существами, как и мы. Разница в том, что они обладают значительной властью. На этой земле может быть король, или президент, или диктатор, это такие же люди, как и мы, но они обладают какой-то необычайной властью, и чтобы получить от них благосклонность, воспользоваться их властью, мы поклоняемся им одним способом или другие. Но Бхагавадгита осуждает поклонение полубогам. В этом стихе ясно говорится, что люди поклоняются полубогам языкам и материального вожделения. Эта материальная жизнь просто основана на вожделении, мы хотим наслаждаться этим миром и любим этот материальный мир, потому что хотим доставлять удовольствие своим чувствам. Эта похоть является извращенным отражением нашей любви к Богу. В нашей изначальной конституции мы созданы любить Бога, но поскольку мы забыли Бога, мы любим материю. Любовь есть. Либо мы любим материю, либо мы любим Бога. Но ни в коем случае мы не можем избавиться от этой любовной склонности. Действительно, мы часто видим, что, когда у человека нет детей, он любит кошку или собаку. Почему? Потому что мы хотим и должны что-то любить. В отсутствие реальности мы верим и любим кошек и собак. Любовь всегда есть, но она искажена в форму похоти. Когда эта похоть побеждена, мы злимся, когда мы злимся, мы впадаем в иллюзию, а когда мы находимся в иллюзии, мы обречены. Именно этот процесс и происходит, но мы должны обратить этот процесс вспять и превратить похоть в любовь. Если мы любим Бога, мы любим все. Но если мы не любим Бога, невозможно любить что-либо. Мы можем думать, что это любовь, но это просто приукрашенная форма вожделения. Говорят, что те, кто стал собаками похоти, потеряли всякий здравый смысл. камая стаи 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 хрит джнанах. В писаниях содержится множество правил и предписаний, касающихся поклонения полубогам, и можно задаться вопросом, почему ведическая литература рекомендует такое поклонение. Есть необходимость. Те, кем движет вожделение, хотят иметь возможность любить что-то, и полубоги считаются слугами верховного господа. Идея состоит в том, что, поклоняясь этим полубогам, человек постепенно разовьет сознание Кришны. Но если человек полностью отрист, непослушен и выстоет против любой власти, какая там надежда? Итак, послушание высшей личности может начаться с полубогов. Однако если мы займемся поклонением непосредственно верховному господу, в поклонение полубогам нет необходимости. Те, кто непосредственно поклоняется верховному господу, выказывают полное уважение полубогам, но им не обязательно поклоняться им, поскольку они знают, что высшим авторитетом, стоящим за полубогами, является верховная личность Бога, и они поклоняются ему. В любом случае уважение все равно есть. Преданный господа проявляет уважение даже к муравью, что уж говорить о полубогах. Преданный осознает, что все живые существа являются неотъемлемыми частицами верховного господа и что они играют лишь разные роли. По отношению к верховному господу следует уважать все существа. Поэтому преданный обращается к другим прабху, что означает мой дорогой господин, мой дорогой господин. Покорность, качество преданного господь. Преданные добрые и послушные, и у них есть все хорошее качество. В заключение, если человек станет преданным господа, все хорошее качество разовьются автоматически. По своей природе живое существо совершенно, но из-за осквернения вожделения оно становится порочным. То, что является неотъемлемой частью золота, также является золотом, и все, что является неотъемлемой частью совершенного совершенства, также совершенно. Личность Бога совершенна и совершенна. Поскольку он совершенно совершенен, все аманации от него, такие как этот феноменальный мир, прекрасно оснащены как единое целое. Все, что создано из полного целого, также завершено само по себе. Поскольку он, полное целое, даже несмотря на то, что от него исходит так много полных единиц, он остается полным балансом. Шри Шапанишет, призыв, из-за загрязнения материи, совершенное живое существо падает, но этот процесс сознания Кришны снова сделает его совершенным. Благодаря ему он сможет стать по-настоящему счастливым и, покинув материальное тело, войти в царство, где есть вечная жизнь, блаженство и полное знание.